Какие вещи поймут только дети из 90-х? Звонить своим друзьям только чтобы спросить Здравствуйте, миссис Смит, а Сара дома? Затем таскать проводной домашний телефон в свою комнату, говорить несколько минут, а затем сказать Подожди, позволь мне спросить мою маму Пойти и спросить у мамы, можно ли нам с Сарой покататься на велосипеде и попросить доллар на заправку, чтобы купить шоколадный батончик Кстати, я мог купить целых два, потому что в то время шоколадные батончики стоили около 50 центов Моя мама говорила всегда возвращаться к 16.00 Однажды я ехал на велосипеде к дому Сары Потом мы с ней гуляли и катались по окрестностям И, конечно, несколько раз я проезжал мимо дома Кайла, потому что он был классный парень После двух-трех проходов пора было идти на заправку Мы оставляли наши велосипеды на улице, покупали сэндвичи на доллар, которые мне дала мама После этого ехали к дому Меган и к ее маме, в надежде, что она сможет выйти и поздороваться Через некоторое время пора было ехать домой Все это было в мои 11 лет, и родители никогда не знали, где я Вставать посреди ночи, чтобы смотреть фильмы ужасов По бесплатному телевизионному каналу и слушать рекламу взрослых услуг Которая показывалась в это время ночи Иногда, если телеканал использовал старую видеопленку На ней показывалась реклама из оригинальной трансляции Можно было увидеть рекламу 70-80-х годов Я помню, как в 90-х смотрел старые повторы своего любимого шоу И они вставили между сериями рекламу 1970-х Наличие нескольких вариантов видеомагазинов в одном квартале Или в одном небольшом географическом районе Видеопрокат раньше был конкурентоспособным делом Было время, когда на одном перекрестке Недалеко от того места, где мы жили Были магазины VH1 Video, Video Update, Видеомагазин, продуктовый магазин И, наконец, Блокбастер И да, раньше в продуктовых магазинах тоже были разделы с видеокассетами Моя мама всегда оставляла меня там, пока ходила по магазинам Потому что я часами изучал коробки с кассетами Идея лазерных дисков в свое время просто очаровала меня Когда в моей начальной школе были запрещены карты покемонов Большинство преподавателей уже рассматривали их как отвлекающий маневр Но последней каплей стало то, что однажды Каждый из нас первоклассников Начал петь песню «Покемон» вместо гимна школы В октябре 1997 года я был в Universal Orlando И, к сожалению, это было воскресенье Мне нужно было поехать в студийный тур И я увидел остров Гула-Гула Расположенный наверху подиума за стеклом Когда все декорации были украшены к рождественскому выпуску Как я уже сказал, это было воскресенье И, конечно, в тот день ничего не записывалось Но пять лет спустя я попал в игровую лабораторию И это был последний раз, когда я был в студии Nickelodeon До того, как они закрылись В конце 90-х игра «Змейка» Это все, что мы могли играть на своем мобильном телефоне Без светного экрана, без сообщений И с возможностью зарядить телефон за минуту Такие телефоны были только у обеспеченной детей Видеокассеты В детстве просмотр фильмов стал почти ритуалом для меня Открытие коробки, звук проскальзывания кассеты в проигрыватель Время загрузки и ощущение статического электричества в воздухе Когда толстая задница телевизора начинает работать Потом обнаруживать, что какой-то человек до меня остановился в середине фильма А затем сидеть там и вручную перематывать пленку Затем нажимать на кнопку воспроизведения вновь Хорошие времена Самое важное событие – это коллекционирование, торговля и кража гелевых ручек из класса Черт возьми, я скучаю по этому У нас в нашей школе был небольшой магазин, где можно было купить школьные принадлежности Футболки разных спортивных команд и многое другое Я до тех пор помню, когда они начали продавать гелевые ручки И приходилось быть там с самого утра, когда они их выставляли Потому что их почти сразу скупали Металлические ручки стали особенным своеобразным символом статуса Включать MTV и слушать действительно хорошую музыку Подключать коммутируемый интернет Когда необходимо отключить интернет, если кому-то нужно воспользоваться телефоном Играть на улице с другими детьми вместо игр с телефонами С нетерпением ждать любимых телешоу каждый божий день Разговаривать во время еды, а не просто смотреть телефон Мои родители ничего не боялись и в детстве разрешили мне одному бродить по окрестностям Я приходил домой, бросал свои вещи, хватал роликовые коньки и мы играли в хоккей на территории школы Я прибегал к моему другу, чтобы поиграть в игры И просто приходил домой к ужину, чтобы сделать уроки после него Кроме того, в то время уважение к времени людей было на лучшем уровне До появления смартфонов считалось грубым звонить кому-нибудь слишком поздно И после обеда, и альтернатив было не так много У нас было время наедине с собой, вдали от социального беспорядка И это очень помогло нам Думаю, это очень помогло мне в том, как я сейчас отношусь к телефонам и социальным сетям Я родился в 1988 году, вырос в 90-х и когда я был ребенком, у моего отца была старая станция конца 70-х Которую я считал потрясающей, она была большой и сзади нее было очень много места Иногда я ставил кукольные представления с машинами, стоящими за нами в пробке Когда мы останавливались на красный свет Каким бы опасным делом ни было для маленького ребенка играть в кузове грузовикам Без ремня безопасности, я иногда любил играть в еще более опасные игры Я лежал поперек заднего сидения и старался оставаться как можно более неподвижным Когда мой отец тормозил и ускорялся, инерция заставляла мое тело падать Либо на мягкое сидение передо мной, либо на старые диванные подушки, которые отец положил сзади Я думал, что это очень весело, кататься и падать в одну сторону, а потом снова подниматься и падать в другую Я много играл в эту игру, только годы спустя я осознал, насколько это опасно Я был ребенком, просто играющим в игру с падением на заднем сидении фургона Если бы мы когда-нибудь попали в аварию, я бы вылетел из переднего или заднего окна И, вероятно, мгновенно бы погиб Тем не менее, мне было очень весело играть в эту игру Для многих это не было такой большой проблемой Не знаю, как бы в наше время такое сошло кому-нибудь с рук Лето Не спать до пяти утра, играя в видеоигры, такие как Zelda, Karin of Time, Star Fox и так далее Смотреть фильмы, которые взял на прокат Есть молочные коржики, пить много газированных напитков Пиццу, которую мы купили в ближайшей дешевой пиццерии Иногда один из родителей подвозит нас с друзьями в кино Просыпаться в 11 или 12 часов, а иногда и позже и идти купаться в бассейн Неуклюже смотреть и флиртовать с соседскими девушками у бассейна Ехать за конфетами на заправку с друзьями на велосипедах Купаться в пруду поблизости Кататься на велосипедах по окрестностям Играть в уличный футбол и баскетбол Не выходить из бассейна до самого захода солнца, так чтобы глаза жгло от хлорки Ночевать у друзей, играть в видеоигры или ждать, когда друзьям разрешат пойти ночевать к вам Чтобы снова поиграть и делать это снова и снова Мои друзья оставались на ночь около 3-4 дней подряд в моем районе И ходили домой только, чтобы принять душ и поздороваться со своими родителями Моя мама шутила, что она воспитывает весь район Сейчас нигде не найти такого Коллекционирование кэпов Из оригинальной серии Обмен покемонов и карт Югиох в школе Осуждение с друзьями, что лучше Дигимон или Покемоны Веселье и сидение на надувных креслах Смотреть ужастики на канале Никелодзион и ужасные боятся Когда мне было 14 лет, меня выбрали в качестве студента по обмену Чтобы в 15 лет поехать из Австралии в Чешскую республику И прожить год в новой семье Моя новая семья была не против, когда я сказал, что собираюсь на выходные в Венгрию или Германию В моей новой семье не было стационарного телефона Поэтому я подумал, что надо позвонить соседям Чтобы они связались с той семьей и сказали им, что я буду на местной железнодорожной станции В определенный день и время И мои мама и папа должны забрать меня оттуда Это был 1995 год В 1995 году королем школьного двора был ребенок У которого было больше всего коллекционных фишек Или у которого было больше всего игр на PlayStation В 1996 году все танцевали макарену В 1997 году нам пришлось проносить в школу Тамагочи В 1998 году мы узнали, что у Ферби было намного труднее провести контрабанды, чем Тамагочи А королем школьного двора был ребенок с наибольшим количеством карт покемонов И, конечно же, с этим годом ассоциируются чудесные звуки Windows 95 и модема удаленного доступа Другим важным событием была вражда между компаниями Nintendo и Sega Kids Я был ярым сторонником Super Nintendo Из-за игр Super Mario и Donkey Kong Долгое время это были единственные игры, которые у меня были Doom также был очень популярен, скейтбординг тоже В моей стране скейтбординг был незаконным с 1978 по май 1989 года И доски и оборудование в основном приходилось ввозить в страну контрабандой Это произошло потому, что официальное бюро потребителей изучило некоторые статистические данные И обнаружило, что многие люди во время катания на скейтборде пострадали Так что самым разумным, что они могли придумать, было, конечно, объявить это дело незаконным К концу 90-х дети в моем классе тратили большую часть времени на одежду и обувь Платформы, уличная одежда для мальчиков и джинсы для девочек И, конечно же, поход в видеомагазин, чтобы взять на прокат кассеты У нас это было заброшенное старое здание с шаткими палками Изношенными магнитофонами и устаревшими игровыми автоматами Но я скучаю по этому старому месту и его странному запаху У нас были мини-проигрыватели песен, которые можно было надевать на брелки И они воспроизводили от 30 секунд до целой минуты действительно популярных песен Они имели форму маленьких магнитофонов И если бы вы были богатым ребенком, у вас был бы один из самых больших Который мог бы проиграть всю песню или большую часть Я отчетливо помню своего друга с огромным набором таких мини-плееров на рюкзаке И по дороге в школу мы слушали те же 30-секундные песни Backstreet Boys и Britney Spears А на этом все, большое спасибо за просмотр Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал А также в комментариях можете писать, если ваше детство было в 90-х Что интересного происходило у вас? Думаю, будет интересно почитать Ну и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать выход новых роликов Еще раз всем большое спасибо за просмотр, пока!